Всем привет! Меня зовут Илья. Мне очень нравится парфюмерия, я ей живу. Кто первый раз на моем канале, напомню немножечко о себе. Так сложилось, что у меня родственники в парфюмерном бизнесе. Я с самого детства был окружен огромным количеством духов, ароматов, туалетных вод. Знаю о них все. Перетестил, ну просто уже все, наверное, что только возможно. Знаю за этот большой промежуток времени, как менялся тот или иной аромат, как менялся тот или иной бренд. Сегодня будет подборка самых лучших мужских ароматов в люкс-сегменте. По каким критериям я подбирал эти ароматы? Я старался выбрать что-то не заезженное, что-то не банальное, что-то реально интересное. Таких ароматов оказалось очень мало. Реально их очень мало. Возможно вы где-то их уже видели, возможно вы сами уже ими пользуетесь. Супер! Не судите меня строго. Все эти ароматы активно используются. Я ношу их уже очень долгие годы, поэтому советую я вам их с чистой совестью. Ароматы действительно достойны внимания. Они не заезженные, не банальные, отлично звучат, отвечают критериям цена-качество. С ними вы поймаете много комплиментов. Они комплиментарные, приятные, подойдут большинству людей. Все-таки парфюмерия это индивидуальная такая штука, но именно эти ароматы, они подойдут большинству. Хочется сказать, что в люкс-сегменте, в парфюмерном, сейчас не самые лучшие времена. Достойных ароматов очень мало, я повторюсь. Все остальное редко достойно внимания. Это в основном фланкеры. Они делаются ради того, чтобы продать вам больше. Аромат разбавляется, добавляются какие-то компоненты, которые толком его даже не меняют. Но при этом цена запрашивается такая же, как и за основной первый аромат. Я тестил все, я выбирал, я долго носил, и у меня сегодня получилась следующая картина. По ценам я скажу сразу. Цену давайте я называть не буду, потому что есть сайты, которые делают скидки, распродают склады. У них вот так вот сразу падает цена. Я вам сейчас что-то скажу, дам какие-то наметки. Вы начнете гуглить, нарветесь на какие-то одни и те же сайты, всеми известные. И там увидите совсем другие цифры, и мне скажете, что я вас обманываю или сказал не ту сумму. Поэтому давайте без цен, погуглите сами, посмотрите. Также хочу сказать, что в этой подборке не будет первого и последнего места. Все ароматы очень крутые, они абсолютно разные, и каждый достоин внимания. Усаживаемся поудобнее, завариваем чай кофеек. Лучшие мужские ароматы в люк-сегменте. Поехали! Первый аромат в этой подборке, это аромат от Versace, Eau Fresh Man. Ребята, это самая лучшая акватика на рынке за те деньги, которые просят за него. Аромат проверен уже не одним сезоном. Я его и зимой носил, и весной, и летом. Его, конечно, время года это весна и лето, безусловно. Но и зимой он отлично себя показал. По флакону уже становится понятно, что свежак. Это акватика. Вот как будто мы на море находимся, возле прибоя, морской прибой, ветер. И это все так на нас орошает, прямо знаете, аж капельками воды орошает. И вот большие волны, ветер, и так аж на вас попадает немножечко водичка. Вот это этот аромат. Это комплементарно. Это довольно стойко, но как бы для акватического аромата. Пять часов стойкость, но мне за глаза. Я все равно его потом чувствую близко к коже. Этот аромат, он очень крут в шлейфе. Вот за что я его люблю. Versace Aux Freshman. Это шлейф. Дайте ему полчаса после нанесения. Шлейф будет потрясающий. Девчонкам очень нравится. Аромат такой более молодежный. Но и взрослым мужчинам тоже отлично подойдет. У меня отец его очень долго носил. И очень много знакомых носили разных возрастов. Аромат отлично себя показывает. Его время весна-лето, но и зимой тоже супер. Концентрация туалетная вода. Обязательно вам его рекомендую. Аромат реально достоин внимания. Versace Aux Freshman. Второй аромат. Я считаю недооцененный. Его вы не встретите ни в каких подборках почему-то. Это аромат Ангельшлёсер Ом. Простой. Интересный. Очень недорогой. Это очень бюджетно. Это по цене вообще middle up, наверное. Чем пахнет? Это тоже свежак. Такой, скажем, фужер. На весну-лето. Потому что при нанесении этот аромат сразу охлаждает. Он дает такую прохладу. Пахнет он просто нереально. С этим ароматом у меня очень много ярких воспоминаний. И студенческой жизни. Я носил его очень долго. Он очень недорогой. 125 мл флакон. Шикарная у него стойкость. Туалетная вода. Очень классный шлейф. Это свежий фужер в перемешку с акватикой. Я бы так бы его охарактеризовал. То есть он сразу пахнет как чаем с бергамотом. Он сразу охлаждает. Поэтому его время весна-лето. Зимой как бы вы в нем замерзнете. Чай с бергамотом. Немножко подслащенный. Какие-то легенькие. Легенькие где-то вдали. Хвойные оттенки. Какие-то как елочки. Какие-то вот такие. Где-то древесные нотки. Очень-очень чуть-чуть. Так легко-легко. Где-то вдали. Может какие-то перцы совсем немножко. И это все с основными акцентами свежести. Очень интересная вещь. Ребята, обрати внимание. Он на весну-лето просто будет вам незаменим. Много комплиментов. Всем нравится. Недорого. Шикарная вещь. Ангель Шлёсер Ом. Обратите внимание. Третий аромат в моей подборке. Это аромат Tom Ford For Men. Шикарный цитрус. В пудровом оплете. Если быть кратким. Пахнет потрясающе. Мне очень нравится этот аромат. Кому-то он может показаться немножечко возрастным. Из-за изобилия пудры. Но я так не считаю. Я с 25 лет его ношу как бы активно. Очень мне нравится. Это концентрация туалетная вода. Шикарно он смотрится. Это аромат можно использовать и на каждый день и в офис. Он такой дни сезонный. То есть можно и зимой и в прохладную погоду он вас будет согревать. Летом будет освежать. Шикарная вещь. Обратите на него внимание. Потому что если посмотреть на рынке в этот сегмент. Мне кажется из всех он самый интересный. Самый интересный. Красивый плоский флакон. Мне очень нравится. В куртку с собой берешь его вот так вот. Не выпирает. Отлично. Можно с собой куда-то брать. Шикарный цитрус в пудровом оплете. С табачными мужскими оттенками. Очень красиво. Я думаю вам понравится. 100%. Кто не пробовал обязательно его попробуйте. Номер 4. Это недорогой аромат. Я считаю он недооцененный. Это аромат от Lalique. Аромат Ingrinoa. Что это за аромат? Сразу вот воспоминания навеяли. Раньше был аромат от Disquaret. Назывался Hewut. И он зашел нереально. Я помню этот стеклянный флакон в деревянном оплете. Вот он так понравился. Что сделал Lalique? Они взяли основу того аромата. Ее немножечко модифицировали. Сделали еще более привлекательный ценник. Новый флакон. И все зашло ребята. Все зашло. Потому что новое. Это хорошо забытое старое. И Lalique у это удалось. Вот такой вот обычный флакон. Он реально похож на нишу. Деревянная такая крышка. Такой лаконичный. Это по сути древесный аромат. Хвойная древесина здесь чувствуется. Какие-то свежие нотки. Немножко сладостей. Немножко кислинки. Но база очень похожа на Hewut от Disquaret. То есть любителям древесных ароматов он очень понравится. В интернете очень много про него читал. Многие пишут какими-то чернилами им пахнет. Какой-то аромат очень такой похмурый. Вообще не согласен. Категорически не согласен. И вот говорят что это только на осень. На прохладное время года. Тоже не согласен. Сейчас уже плюс 20 чем-то. Я ношу просто супер. Он как освежает немножко. Немножечко кислинки, свежести. И древесных оттенков. Это просто супер. И на весну и летом я его тоже буду использовать. И использую активно. Где здесь чернила? Где здесь какие-то хмурые нотки? Я вообще не понял и не знаю. То есть наверное какой-то вот блогер сказал. И все вот начали повторять. И пошло-поехало. Вот как обычно это бывает. Хвойная древесина. Морской ветерок. Немножечко кислинки какого-то цитруса вдали. Это про этот аромат. Супер. На все сезоны. Туалетная вода. Довольно стойкая история. Вчера целый день у меня держался. До самого вечера. Я вчера его одевал. Потом еще принял душ. И все равно от кожи прилично бахло. Поэтому рекомендую. Цена вообще недорогая. Довольно комплементарный. Для любителей древесных ароматов. Очень круто. Lalique Encrenois. Обратите внимание. Номер 5. Моей подборочки. Это тоже Tom Ford. Только уже приватная его линейка. Это Tom Ford Udwood Intense. Почему Intense не просто Udwood? Ну я тестил долго и тот и тот. Мне больше нравится Intense. Да он немножечко дороже. Но ребята. Это самый классный. Самый нестандартный. Именно по мужски обыгранный Ud. Который я только слышал. Он не слащавит. Он не сильно смолистый. Он такой знаете интересный Ud. Такой немножко асфальтный. Какой-то пряный в начале. Просто потрясающе звучит. И это очень долго. Где-то часов 5. Он такой насыщенный прямо Ud. Асфальтно. Такой древесный. Пряный Ud. Мужской. Очень интересный. Я нигде такого звучания Ud не слышал. Как только Wood Wood Intense. Такой насыщенный. А после 5 часов он уже так начинает немножечко оседать. 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 И становится такой как свежак какой-то превращается аромат. То есть насыщенность Ud слабеет. И больше свежести. 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 Очень интересный аромат. Конечно дороговато все-таки. Но. Ребят. Он того стоит. Концентрация парфюмированной воды. Очень стойкая история. Очень нравится девчонкам. Реально очень нравится. Комплиментов очень много. Реально от девчонок. Ну и пацанам тоже по кайфу. Потому что нестандартно. Очень интересно. Очень интересное звучание. Поэтому рекомендую Tom Ford Udwood Intense. Это что-то такое знаете на выход более. Что-то на вечеринку его можно одеть. Вот. Обыграть как-то образ. Такой праздный аромат. Не на каждый день. Tom Ford Udwood Intense. Приватная линейка. Просто класс. Шестой аромат моей подборки. Это Продалем. Ребята. Шикарный. Ирисовый аромат. Очень интересно он звучит. У него три стадии звучания. Многие говорят, что похож на Dior Homme. Я не согласен. Абсолютно разное звучание у ароматов. Очень много комплиментов. Очень нравится девчонкам. Отлично подойдет на работу. В офис. Ну и в повседневной жизни. На прогулке. Он будет тоже смотреться очень хорошо. Это аромат Pro Iris. Аромат немножечко сладкий. В начале он встречает как такой чистотой. Чистотой выстиранной футболки. Выстиранной рубашки. В перемешку с небольшой сладостью. Тонкое звучание ириса по центру. Вначале он укроется вот этой чистотой. Потом будет ирис. И в конце будет такая легкая пудровость. Очень интересная работа я считаю. Много комплиментов на работу. Это будет самое то. Но и в повседневной жизни он отлично смотрится. Под какой-нибудь казуальный стиль. Не в какие-то там футболки с большими надписями. Ходячая реклама. А вот чистая какая-нибудь однотонная футболочка. Джинсы не драны. Какая-то обувь однотонная. А вот этот аромат отлично зайдет и для повседневочки. Концентрация туалетная вода. Довольно стойка. 12 часов он пахнет. Отчетливо его чувствую на себе. Интересный флакон. Рекомендую. Ребята обратите внимание. Продален. Номер 7. Это аромат на лето. Я использую его только летом. Это Джон Варватас Артизан Пур. Пур в переводе чистый. По флакону становится все понятно. Это цитрусы. Просто нереально. И за эти деньги, я не знаю, такого аромата просто не найти. Это цитрусы. Легкие цитрусы. В перемешку с дорогим мылом. С мылом жидким, как в дорогих отелях в 5-звездочных. Перемешано с цитрусом. В очень легкой форме. Это про этот аромат. Отлично. На лето. Я использую только летом. В большую жару. Он показывает себя идеально. Я обливаюсь. 4-5 пшиков. Стойкость у него очень маленькая. Часа 3-4. Потом нужно обновлять. Очень близко к коже он сидит. Но на лето это вот то, что нужно. Он был создан для лета. Потому что, я не представляю, если бы он был стойкий летом. Но это как-то нереально. На лето просто супер. После тренировки облиться. На работу шикарно. На каждый день гулять летом. Просто супер. 125 мл флакон. По флакону сразу понятно, на какую тему аромат. Аромат чистоты. Цитрусы с мылом. Классно. Искушенному носу может показаться немножечко химозным. Но поверьте, за эти деньги в люксе это просто потрясающе. Много комплиментов. Туалетная вода. Единственный минус. Небольшая стойкость. А так аромат просто потрясающий. Джон Варватас Артезам Пюр. Рекомендую однозначно. Просто нереально. Номер 8. Это аромат, который я использую для вечеринок. Для вечерних каких-то выходов. И это, наверное, один из самых комплиментарных ароматов из этой подборки. Это аромат от Виктори Рольф. Аромат Спайс Бомб. Ребята, просто шикарное звучание. Вишни с табаком. И корица. И немного специй. Просто шикарно. С флакона сразу встречает вишни в табаке. Когда мы нанесем, буквально минут 20 все это раскроется корицей, перечными какими-то аккордами. Очень интересно. Он согревающий такой. То есть на лето, на весну, это на вечер отлично будет его одеть. И, конечно же, в клуб. Для вечеринок, для клубных каких-то тусовок. Это прямо то, что нужно. Очень много комплиментов. Очень нравится девчанам. Аромат такой нестандартный. Красивый. Концентрация у него туалетная вода. Довольно стойкая история. Часов 7-8 я его отчетливо чувствую. Классный в шлейфе. Ребят. Виктор и Рольф Спайс Бомб. Супер аромат. Это, кстати, у меня новый флакон. Я недавно купил. Новая партия. И мне, кстати, нравится больше, чем вот старая. Тут больше чувствуется вишня на старте. Больше чувствуется вишня и табак. Мне за это он очень понравился. Виктор и Рольф Спайс Бомб. Очень классно. Девятый аромат моей подборки. Он будет такой тоже повседневный. Это аромат Cartier Declaration. Это такой, скажем так, повседневный вариант. Концентрация у него туалетная вода. Я протестил колон, протестил Eau de Parfum. Мне очень зашел именно в туалетной воде. Вот золотая середина. На каждый день два пшика. Просто классно. Аромат свежести. Это такой фужер с небольшим добавлением каких-то трав, каких-то древесных оттенков. Чем-то похож на Armistere. Очень отдаленно, где-то вдали. Какие-то зеленые у него такие мотивы. Вот фужерный свежак. Травянисто-зеленый, травянисто-древесный. Так это все ненавязчиво. Немножечко подслащено. Немножечко терка. Так по-взрослому, по-мужски. Вот на каждый день это супер. Что на работу, что просто гулять. Просто в обычной жизни. Весна-лето это будет просто супер. Но вообще он внесезонный. То есть можно и зимой, и весной, и в холодное время года. Это вот универсальный такой вариант. И это очень даже недорого. Cartier Declaration. Ребята, обратите внимание. В туалетной воде это очень классно. Вот так вот открывается у него пульверизатор. Интересно, как в часовом механизме. Все-таки компания специализируется на ювелирке. Интересный, достойный аромат, ребят. Обратите внимание. Звучание просто шикарное. Концентрация туалетная вода. Довольно стойкий. Часов 8. Комплементарный. Нравится девчонкам. Cartier Declaration. Обратите внимание. Ну и десятый. Последний аромат моей подборки. Мой любимчик. Очень интересный. Очень много комплиментов. Это Mason Martin Margiela. Реплика. Аромат Jazz Club. Как он звучит? Это просто нереально. Это аромат Pro Vanille. Это очень много ванили с табаком в роме. Ваниль, табак, ром. Аромат теплый. Такой сладкий, приятный, манящий. Стойкость у него небольшая. Часов 5. Но это очень классная работа в люксе, ребята. Очень много комплиментов. Отлично на вечер куда-нибудь, летом его одеть. В легкое прохладное время. Это его время. Ну вообще в целом аромат конечно круглогодичный. Я его ношу всегда. И летом, и весной. Концентрация туалетная вода. Очень нравится девчонкам. Очень много комплиментов. Единственный минус. Это его стойкость. А так аромат просто шикарный. Ваниль. Отчетливо на старте чувствуется ваниль. Табак. Все это утоплено, изысканно в роме. Он такой в меру сладкий. Очень приятный. Такой располагающий к себе. Аромат скажем так на алкогольную тематику. Красиво. Обратите внимание. 100%. Познакомьтесь с этим ароматом. Вы влюбитесь с него. Это просто. Это 10 из 10. Я надеюсь вам понравилась моя подборка. И вы откроете для себя какие-то новые ароматы. Не судите строго. Это было лишь мое мнение. До новых видосов. Пахнете круто. Поставьте пожалуйста лайк этому видео. Если вам понравилось. Подпишитесь на канал. И поставьте колокольчик. С вами был Илья. До новых видосов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok